Всем привет, дорогие любители техники! Сравнивать сегодня мы будем смартфон от Realme 10 Pro Plus 5G и от Xiaomi 12T. Старший смартфон своей линейки и довольно свежий флагман. Различий будет много, и мы аккуратно их все зафиксируем. А если вам непременно захочется купить одну из моделей, то загляните в описание к ролику, там вас встретят ссылки на оба смартфона с ценами и характеристиками. Поехали! В дизайне смартфонов есть схожие детали, например, закругленная задняя панель. Но если у Xiaomi 12T дисплей все же полностью плоский, то Realme 10 Pro Plus 5G имеет мягкие закругления по краям. Подход к установке фронтальной камеры и кнопок управления инженеры выбрали один и тот же. Камера аккуратно встроена в плоскость экрана в виде точки, а кнопки расположились на правой грани смартфона. На задней панели Realme 10 Pro Plus 5G установлены два разных блока камер с разными модулями. Такие вертикальные глаза со вспышкой рядом. В Xiaomi 12T особо не заморачивались и выделили целый прямоугольный блок для этого. А уже в нем прагматично разместили модули один под другим. Что касается физических размеров, то они практически одинаковые. Разве что Xiaomi 12T потолще на 0,5 мм. В весе есть ощутимая разница в почти 30 грамм. Xiaomi 12T тяжелее. Не забудьте подписаться на наш канал Техноарена, если еще не успели этого сделать, а после подписки активируйте колокольчик, чтобы не пропустить свежие ролики. Дисплей у Xiaomi 12T выглядит гораздо перспективнее и привлекательнее, при тех же размерах, что и у конкурента 6,67 дюйма, его разрешение составляет 1220 на 2712 точек. Игровая плавность равна 446 ppi против 394 у Realme 10 Pro Plus 5G. Частота обновления экрана такая же 120 Гц, но в 12T она адаптивная, может подстраиваться под контент на экране, а это заметный плюс к экономии энергии. Пиковая яркость составляет 800 нит у 10 Pro Plus и 900 нит у 12T. Матрицы обоих экранов типа AMOLED. Дисплей смартфона 12T покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5, устойчив к царапинам и износу. Realme 10 Pro Plus 5G тоже имеет защитное покрытие, только не указано, какое именно. Известно лишь, что оно имеет двойное армирование 0,65 мм. Однозначно в этой категории можно присвоить победу Xiaomi 12T, так как его дисплей помимо более высокого разрешения способен еще и адаптироваться к изменению контента на экране для повышения или понижения частоты обновления. Напоминаю, что ссылки на модели я оставлю в описании к ролику, поэтому если понравится что-то, загляните туда. Оболочки обоих смартфонов – это реализации платформы Android. В Realme 10 Pro Plus 5G она называется Realme UI версии 4.0. Свежая оболочка в последней редакции которой были переработаны некоторые элементы интерфейса, в частности улучшено отображение данных на телефоне в режиме блокировки Always On. Теперь там появилась более обширная кастомизация и большее количество информации для отображения. Немного были улучшены элементы управления, папки, иконки, работа с виджетом, комплектами. Xiaomi 12T работает под управлением MIUI 13 на базе Android 12. В свежей версии прошивки были немного переработаны внутренние элементы некоторых меню. Также новинка предыдущей версии, суперобои в этой версии были заметно улучшены и расширены количеством тем. Обе оболочки найдут того пользователя, который в них влюбился. Realme UI – молодая и перспективная система, написанная уже с учетом плюсов и минусов других оболочек. MIUI – прошивка с именем и историей со своим большим опытом. Обязательно ставьте свои лайки и пишите свои комментарии. Во-первых, это поможет нам в развитии канала, а во-вторых, это поможет другим пользователям, страждущим узнать какой из телефонов лучше. Разница в технических характеристиках камер небольшая, матрицы у основной камеры так и вовсе одинаковые – 108, 8 и 2 мегапикселя у обоих смартфонов. Различия есть во фронтальной камере. У Xiaomi 12T она имеет матрицу в 20 мегапикселей. А также существенное различие кроется в наличии у 12T оптической стабилизации, тогда как у Realme 10 Pro Plus 5G она цифровая. В целом все выглядит примерно одинаково, но не стоит забывать о том, что многие механизмы обработки и улучшения картинки реализованы программно, поэтому за отклики камеры и качество их изображений в какой-то мере отвечает железо. В недрах обоих смартфонов установлены процессоры одной и той же компании – Mediatek. Вот только калибры этих чипов разные. В 10 Pro Plus установлен процессор Dimensity 1085G. Модель для среднего и выше среднего класса смартфонов. А вот в 12T стоит Dimensity 8100 Ultra – улучшенная версия чипов Dimensity 8100 с флагманскими замашками. Объемы памяти у 10 Pro Plus разнятся в зависимости от ревизии – могут быть от 6 до 12 ГБ, а 12T поставляется только с 8 ГБ оперативной памяти на борту. Встроенной памяти у обоих смартфонов может быть от 128 до 256 ГБ. В целом, учитывая все параметры в синтетических тестах, 12T заметно опережает своего конкурента. В этой номинации сравнивать особо нечего, так как практически все характеристики одинаковые. Полный пакет поддерживаемых сотовых сетей, две сим-карты, полный спектр всех известных стандартов Wi-Fi. Небольшая разница есть в версиях Bluetooth – у 12T она посвежее – 5.3 против 5.2 у соперника. Навигационные сервисы поддерживаются аналогичные – NFC есть, зарядка осуществляется через современный и универсальный USB Type-C. Чисто физически объем у обоих батарей одинаковый – по 5000 мАч, но есть несколько нюансов, влияющих на их автономность. В первую очередь, 12T имеет быструю зарядку на целых 120 Вт, что позволяет заряжать смартфон до сотки буквально за 19 минут. У 10 Pro Plus зарядка на 67 Вт. Также стоит отметить, что экран 12T, хоть и имеет большое разрешение, все же умеет понижать при необходимости частоту обновления экрана. А это иногда может сэкономить существенный запас энергии, поэтому в этой номинации отдаем победу смартфону от Xiaomi. В 10 Pro Plus пользователи в первую очередь похвалили приятный дизайн, который помимо того, что удобно ложится в руку, еще и радует глаз. Также положительно отмечается дисплей и качество звука. Из негатива можно выделить некоторые мелкие недоработки в оболочке. Возможно, в следующих версиях обновлений это будет исправлено. Красивый корпус также красиво и быстро пачкается, отметили несколько пользователей. Также конструкция показалась некоторым тяжелой. 12T сразу похвалили за высокую производительность, яркий и четкий экран, а также за быстродействие системы в целом. Также отмечается удобство скоростной зарядки. Немногим пользователям не понравилось качество полученных снимков, а также есть претензии к работе Bluetooth и GPS, которые периодически отваливаются. Судя по тому, что пользователи решают проблему путем установки сторонних приложений, имеют место программные ошибки. Ну и еще одна небольшая претензия – нет карты памяти. Флагманская серия есть флагманская. Хоть в сравнении и участвовала младшая модель из серии 12T, она и победила в этом выпуске. Несмотря на небольшие недочеты, полезных и перспективных характеристик и параметров у нее больше, чем у 10 Pro+. Экран 12T обходит по разрешению и детализации, а также адаптируемой частоте. Процессор 12T специально заточенный под флагман, а батарея, хоть и не больше, чем у 10 Pro+, все же имеет привлекательный бонус в виде быстрой зарядки на 120 Вт. Естественно, в пользу Realme 10 Pro Plus 5G говорит его цена, которая гораздо ниже, чем у 12T, и за свои деньги смартфон весьма неплох. Сравнение подошло к концу, и чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подпишитесь на канал Техноарена, и не забудьте активировать колокольчик. Ссылки на обе модели вы найдете в описании к видео. Если захотелось купить одну из них, добро пожаловать туда. Поддержите нас лайком и душевным комментарием. А сейчас пока, встретимся в новом выпуске.